А вот это сенсация! Эта часть послания до полудня 1 марта имела гриф совершенно секретно. Путин раскрыл государственную тайну, чтобы показать США. Использование ядерного оружия против России приведет не к победе, а к взаимному уничтожению. Поэтому все-таки стоит прислушаться. Новейшее оружие как призыв к диалогу, как гарантия мира. Ничего подобного ни у кого нет. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — старший братвоеводы. До цели доберется откуда угодно, даже с Южного полюса. А это и вовсе на грани фантастики. В российской армии уже есть гиперзвуковое оружие. Перспективно авиационный комплекс «Кинжал». Цель способен поразить на расстоянии 2000 километров. А эту ядерную ракету система «Авангард» врагу не догнать. Сравнимо с «Марафоном». Боевой блок летит далеко и как угодно долго, да еще и по непредсказуемой траектории. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется. В арсенале российской армии уже есть и лазерные пушки, и межконтинентальные стратегические роботы, подводные дроны. Хочешь обычная боеголовка, хочешь ядерная. Все, что мною было сегодня сказано, это не блеф, а это не блеф, поверьте. Подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет в прошлом и не в состоянии заглянуть в будущее. Прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся, и которая называется планета Земля. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, то, что создается на Аляске, предполагается к созданию Южной Кореи и Японии. Зонтик, который предполагает противоракетную оборону. Этот зонтик, ну, получается дырявый. Дырявый, и он не совсем зонтик. Я не знаю, зачем за такие деньги приобретать дырявый зонтик. Но даже современное оружие и техника – это не самое главное. Это рано или поздно появится в других армиях мира. Главное – в другом. В России создана современная, с учетом огромности нашей территории, компактная, высокотехнологичная армия. Сердцем которой является преданной своей родине, готовый на любые жертвы ради своего народа, офицерский корпус. Корпус. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. Итак, цель демонстрации боевой мощи страны – в очередной раз предложить переговоры о новом справедливом миропорядке, обеспечить спокойствие и безопасность для граждан России и союзных ей стран, чтобы сосредоточиться на прорыве для благополучия простого человека. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно, растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете. Максим Драгнев, Александр Александров, Роман Демидов и Андрей Никеев. Программа «Вместе». Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Это программа развития России до 2025 года. Это план действий. Это о будущем страны. Здравствуйте. В прямом эфире итоговая программа «Вместе». С вами Екатерина Абрамова. Это послание 24-е в новейшей истории России и 14-е для президента Путина. Но 1 марта многое было впервые. И манеж вместо Кремля, и рекордное количество участников, и длительность 1 час 56 минут 56 секунд. И такую реакцию, пожалуй, сложно вспомнить. Заявление Путина уже обсудили президенты США, Франции и канцлер Германии. Специально созванивались, подготовили даже совместное заявление. Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу разработки ядерного оружия. Что, цитата, «сводит на нет дискуссии по целому ряду вопросов между Россией и Западом». Конец цитаты. В Пентагоне уже объявили, что к испытаниям своего гиперзвукового оружия они приступят через год. И это приоритетная задача. В Госдепартаменте США увидели в русских ракетах угрозу. О военных возможностях России президента Путина после послания очень долго расспрашивала в интервью журналисты NBC Меган Келли. Часть аналитиков на Западе сочли, что это объявление новой холодной войны. Началась ли новая гонка вооружений? С моей точки зрения, те люди, о которых вы сказали, они не аналитики, они пропагандисты. Почему? Потому что все, о чем я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на выход, односторонний выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ограничению противоракетной обороны. Некоторые аналитики полагают, что ваши испытания закончились провалом. И именно поэтому вы показали только анимацию запуска, а не видеозаписи. Вы имеете в виду именно межконтинентальную баллистическую тяжелую ракету? Да, а тех, которые вы, как говорите, делают системы ПРО бессмысленными. Каждая эта система, она легко преодолевает систему противоракетной обороны. Но проводились ли тестирования? Да, конечно, очень хорошо. Какие-то из них подлежат еще дополнительной работе. Дополнительную работу нужно провести по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении. Послание президента Путина, без сомнения, тема номер один на этой неделе. Вот что услышали в странах Содружества. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова дать отпор любой агрессии. Я думаю, что речь идет не только о самой Российской Федерации, но и о сотрудничестве и взаимодействии России со странами ОДКБ и с безопасностью непосредственно Кыргызстана. Потому что ведь у нас находится та же база, авиабаза ОДКБ, но по сути дела это российский военный контингент. И вот этот, конечно, момент очень важный. Что касается ОДКБ, был очень интересный момент относительно обороноспособности. Может показаться, что вооружение одной силы и для обороноспособности одной страны это личное дело. Напомню еще раз, мы стратегические партнеры. У нас здесь находится 201 база. И сила России, ее мощь, это та же гарантия и нашей независимости, и нашей мощи, нашего развития. Сам президент Путин считает, что Россия в ближайшие 6 лет может занять почетное место в пятерке передовых экономик мира. Это очень большая задача. Очень трудная задача. Мы понимаем, что многое упущено в 90-е годы, в начале 2000-х. И вот поэтому последнее развитие последних 15 лет позволяет России ставить перед собой совершенно нового порядка задачи. Социального обеспечения, роста благосостояния людей, в здравоохранении, в культуре, в образовании. Путин раскрыл механизмы достижения этих целей. Допустим, он сегодня конкретно проговорил, что должно быть источником, скажем так, пополнения не только бюджета, но источником развития тех или иных, скажем так, сфер деятельности, вообще сфер жизни человека. Медиафорум ОНФ в Калининграде в эту пятницу стал, можно сказать, продолжением послания. Вопросы Путину только об этом. Но разговор, конечно, получился более личным. Успеваете ли делать зарядку по утрам? Да. Постоянно. И сегодня тоже делаем. Сами готовите? И что в последний раз готовили? Я готовлю салат. Но такой вкусный я потом угощу. Ловлю на слове. Верите ли в народные приметы? Да. Когда бывает грустно? Как поднимаете себе настроение? Работаю. В каком историческом периоде хотели бы оказаться, посмотреть, как там оно? Сегодня. В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. Ну и последний вопрос от наших коллег-журналистов. В чем же все-таки сила России? В людях. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова